здравствуйте мои дорогие друзья глядя на все эти дорогие и не очень дорогие дома которые строят здесь в америке можно с уверенностью сказать только одно принцип строительства всех домов одинаков и в этом вся суть в америке прожившие 21 год я постоянно в течение своей карьеры сталкивалась тем или иным образом с покупкой финансированием продажи домов а также ремонтами поэтому эта тема для меня не чуждая и эта тема для меня наболевшая и очень интересная но поскольку я не являюсь профессиональным строителем я бы хотела рассказать об этом с точки зрения потребителя как я уже сказала и просто вспоминаю тот факт когда я приехала в америку и моя первая прогулка по американской земле выдала меня торопинка на стройку потому что я поселилась в том районе где еще строили новые дома я была поражена увиденными просто подписина и запомнила это на всю одна из основных задачах месту строительства должна быть подведена дорога вот такая дорога ой наверное не такая тогда может быть это ну конечно же не это а вот эта дорога похоже то что нам надо начать нашу первую экскурсию я решила с того района где я сейчас сама живу поскольку здесь дома еще строятся и продаются садимся на велосипед и поехали справа мы видим дом и табличку впереди него на ней написано что дом продается и дальше пошел участок земли на котором еще растет трава выкопаны выкопаны какие-то ямки и валяется мусор здесь будут строить новые дома очень скоро а вот на следующем участке рос лес его сначала вырубили выкорчевали все корни и разровняли тщательно разровняли здесь было просто поле совсем недавно появилась вот такая гора земли вместе с экскаваторами и грузовичками что они делают они развозят это если высыпают на те места где будут находиться дома чтобы подготовить фундамент в этой части америки используется в основном так называемый ленточный фундамент для строительства малоэтажных зданий роется траншея делается опалубка и туда вставляется арматуры заливается все это бетоном и что мы видим здесь этот строитель траншей не роет вся земля рассыпается равномерно по поверхности участка и разравнивается на высоту опалубки креативненько быстро и абсолютно просто на этом этапе строительства здесь пока размечены границы участков завезена земля и готовится завезли доски для опалубки то есть то что мы видим это уже так сказать один из начальных начальнейших этапов постройки дома здесь их будет стоять достаточно большое количество потому что вы видите позади это линия домов которая уже была построена между ними маленькое озерцо и вот здесь будет стоять вторая линия домов которая начинает в скором времени строить а вот на этом участке работает совсем другой строитель вот эти зеленые мешки вдоль дороге они предохраняют не дают строительному мусору стечь вместе с водой канализационные трубы в огромные для штормовой воды то есть если идет сильный дождь чтобы туда не не забила эти трубы ну и где траншеи где опалубка все что я здесь вижу это что здесь копали бетонные блоки то есть судя по всему здесь будет совсем низкоуровневый дом может быть даже в один этаж и строитель даже не потрудился сделать высокий фундамент все что они сделали они вкопали пустотные бетонные блоки для фундамента торчащие земли трубы и провода и это подведена вода электричество понятное дело что строитель прежде чем подготовить землю для участков для домов они подсоединились к основной городской линии воды и к электричеству подводка сделана под под каждый дом то есть каждом доме будет где-то стоять каплита где-то будет стоять ванная умывальник и так далее то есть это все делается заранее до того как начинается строится фундамент так что у нас здесь здесь у нас следующий этап подготовки фундамента внутри кладется изнационная прокладка и сеточная арматура которая сверху будет заливаться бетон всего лишь два ряда бетонных блоков являются нашим ленточным фундаментом выполняют роль ленточного фундамента и у меня глядя на все это как не у профессионала возникает простой вопрос сможет ли два ряда бетонных блоков в качестве фундамента выдержать махину и вес такого огромного здания несмотря на то что это одна или двухэтажный дом но и это очень тяжелая конструкция и очень хочется на этот вопрос ответить да потому что я сама живу в таком же доме построенном на бетонных блоках и честно говоря такие дома стоят сотнями лет и ничего с ними не случается а вот тут получилась небольшая производственная травма я провалилась в землю просто засосала как болото и испортила мои прекрасные замечательные кроссовки переходим возле стройки где еще только-только возвели фундамент здесь все перекопано вот этот песочек уже поставили методные блоки ароматура там стоит то есть они подготовили фундамент в этом комплексе ухты за последние две недели с того момента как я здесь была последний раз здесь уже возвели фундамент скажем так в основную часть работы сделали а вот и второй дом тоже возвели фундамент и уже положили сверху сетку осталось только сверху залезть бетоном и аккуратно все отшлифовать чутненько очень быстро и разумно ну что ж одну из самых грязных работ мы уже рассмотрели это подготовка земли фундамента приступим к следующему этапу о и и и и Субтитры создавал DimaTorzok